Здравствуйте, друзья! У меня утро, 9 утра. 2 декабря 2021 года. Второй день у нас идет дождь. То есть были морозы, был снег. Снег сейчас подтаивает. Мороза нет, где-то плюс 2, плюс 3. Просто хотел воспользоваться этим временем года, когда зимой идет дождь. И под снегом у нас сейчас образовалась грязь. Поэтому сейчас я хочу с вами прокатнуться вдоль сосновой посадки. Поднимемся на пару горочек, прокатнемся. Вам приятного просмотра. Тормозов нету, потому что под низом лежит лед. С краю идет овраги. Мы здесь весной или зимой, когда снег ложится. Очень интересный маршрут здесь. И здесь катаемся. Давайте попробуем выехать сюда налево. Ага, хрен на ны. То есть хочу сказать, что на самом деле очень-очень скользко. Я не блокируюсь, дифференциал не блокирую. Ну-ка ходом. О, ходом вышел, смотрите. Нормально. У меня зимняя резина. Это липучка Nokian RS2. И в шинах по 2 атмосферы примерно. Вот я катаюсь в обычное время. Кто знает Оренбург? Ух, как скользко. Елла-пала. Слева находится горсвалка. Вот здесь загородное шоссе. Трасса идет. И вот между ними лесополоса сосновая, там карагач растет. Ну, интересно, лыжники здесь катаются. Ну, вот автомобиль идет уверенно. Лишь бы в огурак не слететь. А это легко. А вот пятидверная нива. Мне нравится больше, чем короткая нива. По многим факторам. Во-первых, цена не на соль уж велика. По проходимости. В некоторых моментах длиннобазный автомобиль проезжает легче. В некоторых моментах короткобазная база проезжает легче. Поэтому идеального автомобиля, я думаю, наверное, нету. Поэтому длиннобазный, вот именно пятидверный автомобиль. Чем мне нравится? То, что сзади есть место, есть более-менее багажник. Сзади сидеть удобно. Вот мы вчера катались. У нас пять человек в машине сидело. И ребятам было комфортно. До сидения было приличное расстояние. Единственное, чем отличается пятидверный автомобиль, это у него кардан длиньше. Ну и кузов, естественно, длиньше. Вот мы заехали с вами в лесополосу. Красивое место. Зимой здесь выезжаем на покатухе сюда. Катаемся. Вот. Но сейчас мы вот здесь горочка, здесь первая. Вот. Смотрите, АБС. Ёла-пала. Вот. Давайте на первую горочку. Вот первая горка. Сейчас мы с вами попробуем на нее заехать. Сейчас спустимся. Здесь диагональные вывешивания такие, смотрите. Но нет, мы здесь не заедем. Ходом, наверное, заедем, конечно. Давайте мы сейчас с вами попробуем. Вот я не блокируюсь. Здесь первая повышенная у меня идет. Скользкий подъем. Две атмосферы в шинах. Липучка. Пробуем в натяг. Вот, смотрите, в натяг. А почему мы заехали? Прям интересно. Три самоблока, три вот блокировки. Играет охрененную роль. Вот, реально. Уже проверял неоднократно. Что очень-очень хорошо вытаскивает автомобиль. Он не буксует. Вот, спиливают деревья. И там покажу вам, лежит... Не знаю, в какое время спиливают. Зачем мы вот... Карагач примерно здесь идет опиловка. Ну, я не думаю, что это опиловка. А, наверное, просто... Пилят для своих нужд или для продажи. Хорошие деревья, во-первых, пилят. Браконьерство, я считаю. Леса и так у нас в Оренбурге нету. Еще происходит... Опиливают. Ну, ладно. Дело третье. Сейчас мы с вами доедем до другой горочки. Но самое главное, не поймать там дерево. Потому что здесь нужно объезжать деревья. Вот. Ну, пока посмотрите под музычку. Субтитры подогнал «Симон» Подъехали с вами на вторую горочку. Здесь видео есть. Форд черный тут ломался у нас. Так, что там? Ни хрена не видно. Так, первое повышенное. Сцепление отпускаем. Ё-п-йолы-палы. Ох! Ну, наверное, здесь мы сейчас с вами проверим техническое состояние автомобиля. Разворачиваемся. Итак, пробуем неблокированные. И на первое повышенное. Просто хотим понять крутизну горки. Все, двигатель закончился. Поэтому включаем пониженную. Давайте вторая пониженная. Опа, заглох автомобиль. А сзади гора. Можно туда заехать. И автомобиль у нас с вами заглох. Так, теперь мы набираем обороты. Ну, так же встанем под горочку. Вторая пониженная, но обороты набираем. А вот, не набрал. Буксуем. Ух, ребята, бля. Так, не едет. Не едет. Давайте, вы сейчас смотрите, заблокируемся с вами. То же самое упражнение, но дифференциал мы заблокировали. Вторая пониженная. Пробуем заехать. Так же разгазовываем. То есть разницы, как видите, нет. Заблокированы. Разблокированы. Автомобиль аж заглох. Опасно скатываешься и вот сюда опасно, в горочку. Боюсь удариться. Что теперь делаем? Разблокировались. Первая пониженная. И тапок в пол давим. Получилось. То есть выше обороты, колеса очищаются, грибут. И слышно, что самоблоки блокируются. Не знаю, вот на камеру слышно, нет. Ну вот я на нем катаюсь. И уже знаю, когда чувствую. То есть колес начинают дык-дык-дык-дык-дык-дык. Вот так вот блокируется. Перед, зад. Про раздатку. Вот самоблок ставил в раздатку. Честно сказать, как он работает, не пойму. Хотя езжу специально, не блокируясь. То есть дифференциал не блокирую. Но как-то колеса блокируются. Все четыре масла это. Вот. Возможно оно незаметно. Возможно оно работает. Возможно оно не работает. Понять вот в реале я не могу. Но блокируются все четыре колеса. Наверное, все-таки он как-то при нагрузке блокирует. И самоблоки как раз работают именно в нагрузке. Вот сейчас подъем. Нагрузка идет. И они блокируются. И автомобиль в принципе выезжает достойно. Так. Вот выбрал себе другую горочку. Здесь спускаешься и как там не удаляешься. Вот. Давайте здесь попробуем. Хотя здесь ямочка вот такая. Не знаю я. Не знаю. Как получится. Давайте так же проэкспериментируем. Вторая пониженная. Вот так вот. Сейчас задние колеса чтобы упали. Вот. Вот. Будет тест отсюда. То есть задние колеса у нас упали в ямку. Едем на разблокированном дифференциале. Вторая пониженная. Потом заблокируем. Посмотрим. И потом первая пониженная. Так. Сейчас у нас вторая пониженная. Разблокированная. Вот. 3000 оборотов. Не хватило. Не хватило. Потому что подъем. Хороший подъем. Так. Сейчас я дифференциал заблокировал. Раздатку. Так. Вторая пониженная. Обороты набираем. 3000. Тот же самый результат. Абсолютно одинаковый результат. Поэтому. Наверное. Все-таки. Самоблок в раздатке работает. Так. Ну что. Первая пониженная. До отсечки. Пробуем. Не хватит. Не хватит. На заднее поехали. Потихонечку. Блядь. Фух. Очковое было. Как я и говорил. То, что земля. Настолько сейчас сырая. Вот. Глина. Глина. Чернозем. И снег. То есть. Самое такое. Покататься интересно. Вот. Конечно. Если стараться. Я выйду спокойно. Пробуем еще раз. В принципе. Мы. До высоты горы. Доехали. Но все равно. Не хватило. Инерции. Трогаемся с одного места. Ямка. Задние колеса у нас провалены. Ну что. Давайте. Первая пониженная. Дифференциал заблокированный. Нет. Не едем. Все таки ударился. Фаркопом наверное. Что. Попробуем стравиться. Вот. Я вышел с машины. Хочу показать. То есть. Видно. Что. Все колеса. В глине. Полностью. В глине. Перед. Зад. Вот. С этой ямки. Я и выезжаю. То есть. Стартую. То есть. Задние колеса. Я вот сейчас спускался. Вот видите. Фаркопом. Ударился. То есть. Автомобиль. Задние колеса. Стоят. В ямке. Ну и безопасно съезжать оттуда. Там. Горка. Здесь опасно. То что когда съезжаешь. То можно удариться. Вот в это. Ну. В землю накидали. Не знаю для чего. Что-то оттуда взяли. Сюда. Или глину брали. Не знаю. Поэтому. Опасно. Ну и здесь более-менее накатано. И мы с вами выехали. Здесь. Под уклоном. Не накатано. Грунт. Мокрый. И вон наверху. У меня переднее левое колесо аж накопало. Сейчас мы сраиваемся. И попробуем заехать еще раз. Так. Смотрим. Еще надо. До. 0,8. До единицы давайте. Сраиваемся. Так. Проверяем. Сколько у нас получилось. Так. Ну вот. Единицы еще чуть сравлю. Контроль. Все. Ровно единицы. Все делаем единицу. Используйся. Продолжение следует. По. 4 колеса мы стравили, сделали по единице. Внешне, в принципе, не видно. Вот это колесо под нагрузкой видно стоит, оно заметно, что как бы немножко стравленное. Здесь не видно, то заметно. Ну что, пробуем. То есть вот, смотрите, машина у меня по живот стоит, то есть в какой ямке. Погнали. Первая пониженная, не блокируемся. Смотрим разницу, да? Две атмосферы и одна атмосфера. Ну что, погнали. Опять в эту яму заехал. Переднее колесо накопал. О, сейчас не стукнулся. Так, пока разницы не вижу, да? Но шины, конечно, замылились конкретно. Так, погнали еще раз. Давай, поехали, 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 поехали. Смотрите, накопал задним колесом. Стою на подъеме. Не получается, не получается. Сейчас мы... Сцепление отпустил оба. Так. Выехать-то нам надо, что мы? Сейчас пристегнусь, пищалка будет пищать. Выехать-то нам надо. Больше травиться не хочу в лесу. И сносит, блин, туда вот в эту... Давайте попробуем туда, что ли заехать. Так, на что? Погнали. Ну что, получилось у нас. Получилось. То есть, травленная резина решает. Очень много решает. Уже проверял неоднократно. В заезды горок. По песку. По грязи. По снегу. Когда травишься. Получается. Все очень прикольно и красиво. Так. Сейчас вам покажу. Отсюда. Вот, смотрите. Вот. В эту горочку мы сейчас заезжали. Здесь меня сносило. Здесь накопал. И колесо прям в яму провалил. Взял чуть левее. Где нет ям. На оборотах я получилось выйти. На этой горочке. Мы с вами выехали. Ну, в принципе, да. Как бы без проблем. В чем разница. То, что здесь. Уже более-менее выкопано. Наверное, угол наклона меньше. Выезжаешь. Чем там. Вот. Как-то так. Учитесь на наших ошибках. Сейчас я вам это место покажу с квадрокоптера. Сейчас квадрокоптер запущу. Полетаю. Посмотрите, где я нахожусь. В каком месте. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Не болейте. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Пишите, самое главное, комментарии. Ставьте лайки или дизлайки. Переходите на мои соцсети. Это ВК. Инстаграм. Там я более-менее чаще выкладываю какие-то фоточки. Потому что в YouTube я не могу выложить. Например, вот здесь покатался. Фотографии какие-то, которые будут у меня. На YouTube я не выкладываю. А в ВК или в Instagram. У меня там все это есть. Все. Будьте здоровы. Жду вас в комментариях. Давайте. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok